Смерть ребенка У которого шансов вылечиться нет, эта история совершенно другая. И надо сказать, что гораздо приятнее и эффективнее, скажем, давать деньги, скажем, на операцию ребенку, который может выздороветь. Для ребеночка, который уходит, создать ситуацию, при которой ему было бы легче уйти, при которой он бы не страдал, это чрезвычайно важно. Добрый день, меня зовут Кирилл Иванов, я музыкант группы «Самое большое простое число». Сегодня я хотел бы вам рассказать про детскую выездную службу фонда помощи хосписам «Вера». Сейчас в Москве около трех тысяч семей, у которых детки незначимо больны. И не у всех них есть возможность быть в хосписе, либо в больницах. И, собственно говоря, порой это не совсем правильный выход из ситуации, потому что за детьми ухаживают их родители. Но их родителям порой тоже нужна помощь. Нужна помощь в деньгах, нужна помощь в оборудовании, нужна помощь в лекарстве, нужна помощь психологическая. В фонде помощи хосписам организована помощь, в которую входят психологи, координаторы, врачи, медсестры. Они выезжают на дом и оказывают необходимую помощь. Сейчас ежемесячно на ее поддержание уходит примерно 5 миллионов рублей. И это только деньги благотворителей. Это значит, что состояние и будущее выездной помощи зависит исключительно от вас. С одной стороны, мне кажется, что это, так, когда я слышу эту цифру, мне кажется, что это действительно, да, это большие деньги. Но, с другой стороны, нас много. Не обязательно жертвовать крупные суммы, нас просто должно быть много. Достаточно 500 рублей ежемесячно. Это должна быть такая простая человеческая привычка. С одной стороны, ничего, с другой стороны, это помощь тем деткам, которые нуждаются, которые должны достойно жить, несмотря на то, что они неизлечимо больны. Если диагноз неизлечимо болен, это не значит, что они не хотят жить, не должны жить достойно. Это значит, что то количество дней, лет, часов, которые выделены им судьбой, они должны прожить и достойно, и, может быть, счастливо. Это громкое слово, с одной стороны, но, с другой стороны, мы же все к нему стремимся. Многие из нас даже боятся помыслить о том, что может произойти такая трагедия у кого-нибудь из нас в семье. А это так рядом, это так близко, что даже когда говоришь, у тебя мурашки по телу. Поэтому давайте помогать, потому что, что же делать? Если не помогать, то нам самим будет страшнее. Спасибо. Наши государства не очень сильно заботятся о взрослых больных, о маленьких больных, а уж тем более об умирающих. Это в каком-то смысле отходы общества. Умерли, ушли, забыли. Это очень болезненная точка нашего существования, общественного существования. Вот, и я думаю, что всякий, кто поможет этой детской службе хосписной, в особенности выездной ее службе, которая приезжает в дом к ребенку, которому врачи уже отказали, которого из больницы уже выписали, и которому нужны обезболивания, лекарства и уход, и многие вещи, которые облегчают уход. Уход уже не медицинский, а уход из жизни. Давайте попробуем все вместе немножко это... Мы попытаемся разрешить эту ситуацию.